Доброе утро, давайте начнем. Дорога, пожалуйста. На сегодняшний день предприниматель обучения, отключений нет, обороны нет, проблем нет. Все нормально у вас, да? Да. Спасибо, термогаз. Термогаз также работаем всем в штатном режиме. У нас в прошлый день в пятницу был порыв на воздушке, что идет к нему в суде. Время нового результата не поставили до весны. А так, остальное отключено. Спасибо, чертно. Поставка тепловой энергии осуществляется с соответствующим партнерным графиком. По работе, самоусловно, обороны нет, замечаний нет. Спасибо, родно. У нас работают в штатном режиме. Единственное, на данный момент Когольская 44А там повредился. Как было полное, все работали. Все. Спасибо, ЖКП. В сегодняшний момент зарегистрировано 16 случаев по происшествию 24 февраля по местам ветра. Адреса, где сорвалось шифер с балконов, с кровлей, парапеты сорвало, плиты бетонные сорвало на балконы. То есть, есть список адресов, где на сегодняшний момент люди работают в порядке устранения, локализации данных адресов. Остальные работы ведутся в рабочем порядке. То есть, все устранили успеем? Нет, из 16 мы устранили пока 5 адресов. Из 16 подписок. У нас немножечко затруднительное положение в связи с вышкой. У нас водитель уволился по состоянию здоровья, пенсионного возраста, поэтому у нас на сегодняшний момент мы пользуемся услугами Версу, услугами Нервсисты, то есть, где можем своими силами, где используем технику других организаций. Скажите мне, пожалуйста, Техан Чалмаре 37. В 37 там выезжал главный инженер, взял объемы работы по выполнению ремонта порогов. Они в плане? Порогов. А я сейчас говорю за ступеньки, которые ведут к бонусу. Это между домами проход и выходим на площадь. Вы должны были осенью... Мы в прошлом году сделали три ступеньки. Вы сделали две ступеньки, а люди попросили три ступеньки. Потому что люди пенсионного возраста не могут поднимать высоко носок. Мы рассмотрим аренду. А главный инженер должен был выехать туда и проверить? Так он был заезжать. И? И запланировали работы. Но на сегодняшний момент, в последующие сутки передают заморозки. Поэтому эти работы пока не можем выполнять, бетонные работы. То есть, при наступлении погодных условий мы будем выполнять эти работы. Понял. Так же скажите, Штефан Чермайль, 37. Значит, как вы планируете менять желоба на доме со стороны бомбы, вот именно, супермарк? Дело в том, что там у нас вот эти... Там, чтобы вы понимали, не меняли их 40-летних. Да, я понимаю. Но там нет возможности подъехать. Мы будем искать вышку, которая имеет возможность 22-25 метров. Стрела, чтобы у нее... Потому что магазины, выступы, пристроек очень... Ну да, это умники, архитекторы давали это разрешение на расширение вот этих магазинов, что теперь мы не можем услуживать дома. Смотреть варианты, как... Нет, ну надо найти эту... Иван, где эту вышку мы можем взять? Ну... Био там... Био там... Нет, она не работает. Да. Светлана Викторовна, когда по... Что говорят специалисты? Когда они могут отремонтировать? Работа будет завершена. Мы сильно выехал наш инженер туда, на место. Но как идут, мы меняем полностью трос там, мы меняем эти плавающие, да? Ну... Так как мы с вами обсудили, что на данный момент мы меняем только трос, и заказываем плавающий немецкий трос. Немецкий трос, да? Да. И делаем... Ну как... То, что... Ну хорошо. Сколько по времени вот еще будет занимать? Ну мы надеемся, что этой неделе максимум. Вы сможете, да, с ЖКХ сформироваться, чтобы они... Там проблема не в этом. Там проблема в том, что там очень узкий проезд. Вы не поняли? Хорошо. А если мы подойдем со стороны площади? Будем пробовать. Конечно, попробуем. Правильно? Ну да, надо пробовать. Потому что если мы не попробуем, мы не... Нет. Просто понимаете, да, они там 20 лет назад дали разрешение на эти магазины, и сегодня, как пришли люди, они страдают от того, что идет дождь, и все... Попадает к ним, получается, вся вода в квартиры. Николай Николаевич, дело в том, что у нас есть проблемные адреса, которые... Нет, я сейчас не говорю за проблемные адреса. Я понимаю, что есть у нас проблемы. Но здесь надо помочь в первую очередь. Дело в том, что есть... Там на неделю работы. Правильно? Если так разобраться. Я согласую, наверное... На Когульске у нас есть такой адрес, я хочу озвучить, потому что женщины... Там люди возмущаются очень сильно. Я обещала, что мы выполним, но у нас ситуация в Балышке. Там теплотрасса, газовые сети, которые тоже не дают возможность подъезда к этому дереву. Переметальный тополь. Огромные высоты выше дома. Вот. И устраним его, потому что он очень опасный. И дайте пусть не будет решать... Мы подготовим то, что нужно будет нам для работы, чтобы это все было по-другому. Ну, обязательно. Я вас прошу, Светлана Викторовна, что вы оказались в содействии, потому что здесь надо поменять жилоба, это надо в срочном порядке. Хорошо. Хорошо. Погодные условия будут, и чтобы сразу подошли туда и поменяли. Хорошо, спасибо. Можно я дополню. Мы в прямом эфире озвучили два наших вопроса, которые и Кала-Йорга 32. Данная территория не наша, она относится к общежитиям, но мы его правили и вырезвинуться. Потому что Штефан Чалмарий 18... Погодите, а кто складирует туда мусор на Йорге? Ну, жильцы... Там есть одна территория... Я хотел бы вам показать, что вчера говорили, Светлана Викторовна, то, что вчера говорили на сессии, да, вот там советники говорят, что в течение 6-7 дней не могут так загадить территорию. Смотрите. Смотрите. Видите? Смотрите. Смотрите. Это картинка. Смотрите. Это все мы, люди. Это мы, бельчане, которые вот это все делают. Понимаете? Посмотрите. А это нравится картинка? Это хорошо, что ЖКХ туда пришло и вот она сделала сейчас так. Понимаете, да? Ну, как можно? Как можно, чтобы там вот жильцы, это пятый квартал, да? Это Олег Руссовный. Да, Олег Руссовный. Да. Как можно, вот жители пятого квартала. Это же все, ну, вот смотрите, бутылки из-под кефира, пакеты из-под мусора. Кто туда пришел, что? Дядя какой-то это все накидал туда. Вы видели, кого я? Смотрите. Мы, да, приходим туда и сами это все делаем. Так и на восьмом квартале и на баме. Потом мы возмущаемся. Почему у нас, почему у нас город... Хорошо, спасибо. Подприятие работает в обычном нормальном режиме. Выиграли три бригады. Есть работа с вчера, осталась одна заявка, еще плановая работа. Все нормально, да? Да. Хорошо, спасибо. В эпидемиологической ситуации на сегодняшний день следующая. По гриппу у нас 32 случая. Официально зарегистрированы, подтверждены по сравнению с седьмой неделей 22. Увеличение респираторных заболеваний на 20% по сравнению с предыдущим годом. Вчера была сделана запись на телевидении в отношении коронавируса и гриппа. Предупредение о правильном поведении для того, чтобы не распространять грипп. И в то же самое время информация о коронавирусе. Начиная с сегодняшнего дня, министерство подготовило специальные видеородики, которые должны поступить в поведение для информированности. Мы попросим телевидение, чтобы показало, как можно подготовить маски в домашних условиях, чтобы люди имели возможность иметь, если такая ситуация связана с аптеками. И, кроме этого, обязуемся выступать на телевидении по мере поступления информации, связанной с коронавирусом на сегодняшний день. Да, ситуация очень серьезная. Вы знаете, что в соседней Италии у нас уже есть смерть. Поэтому я прошу вас, потому что вчера прямо удалось поряжение закупки масок. Да, вчера было принято решение о закупке увеличения в 3 раза суммы денег из резервного фонда на закупку масок из расчета 150 тысяч. И также я обращаюсь ко всем вам, директорам муниципальных предприятий, чтобы вы сделали также закупку для всех своего персонала. Потому что ситуация может быть плачевной. Вы могли бы еще добавить к этому и согласовать с транспортными компаниями периодическую проверку проведения самопроводки транспорта? По закупке масок, значит, не надо бежать в аптеку, потому что там эти коммерсанты устроили уже бизнес с этим. Ну, марки есть в аптеке. В принципе, у нас дефицит масок, а дороже 5 лет. Ну, это неправильно, я думаю, на этом нельзя наживаться. Маска стоит рубль 50. Мы не можем вмешаться в политику, потому что... Я вам говорю, что... Свяжитесь, пожалуйста, директорами муниципальных предприятий с Шмульским. Если нет напрямую с господином Ротарем в больницу, по рубль 50 вы закупите маски. И не надо никакого ажиотажа. 5 ле, 4 ле, 6 ле. Это спекулянты натуральные. Чтобы только нажить денег. А остальное – это ерунда. Но если нужно исключение отдела управления для того, чтобы заказать, обучить, вредить людей, мы готовы уже в момент приступить к этому. Хорошо, спасибо. Био. На сегодняшний день ведутся работы по введению порядка ветерова. На дом, конечно, много пыли, грязи и мусора. Люди работают на улицах. Значит, озеленители ведут работы в промзоне по вылеске самосев. Особная растительность и очистки полностью территорий. Работы будут продолжаться вплоть до разворота троллейбусов в соединении перед с Риоцеллами. Значит, вышки работают на линии после стихийного ветра. Было несколько заявок. Серьезных случаев нет. Было все устранено в тот же день. И сегодня по выступающим заявкам вышки выезжают и производят работу. Я понял, скажите, вы планы мероприятия, что касается подготовки к 9 мая по парку Победы? Планы мероприятия готовы уже по проведению весеннего месячника по проведению санитарной очистки в городе. Мы готовим планы сейчас, проекты по посадке деревянского кустарника и также к праздникам на 9 мая и ко дню города. Памятник танк. Памятник танк. Будем обсуждать ситуацию по поводу. Было предложение вчера высказано. Я не говорю сейчас по посадке ели или там… Я сейчас говорю по краске танк. Сейчас ответственные люди работают, обследуют все памятники, составляют план, какие работы необходимо выполнить. Также подготовки детских площадок, спортивных площадок, расположенных на наших участках земельных, скамеек, урн и так далее. До конца месяца вся эта информация будет собрана и дальше мы будем определяться, как будет работать, какие нужны материалы и так далее. Хорошо, спасибо гостиницу. Приятного аппетита, что я подвижу. Для своих проблем нет. Начинаем подготовку документации для проведения официального назначения, которое вчера получили. Готовимся к тему. Хорошо, спасибо. Ужас. По ДК Плакова договор на ремонт Кропли заключен. Материал подряд на автоматизация завезла, но прогноз не было приятный и… Нет, сейчас чтобы они туда не залезали. Это, я думаю, через неделю нужно приступить, не и раньше. Да. Значит, по метро-району Африничной улицы Саровска и Карачабану рядованные работы ведутся на двух участках? Ведутся работы, я понимаю, что ведутся работы, но там у нас опять какая-то проблема. Люди одни возмущены канализацией, вторые за канализацию, а третьи дорожным развитием… Скажите, как там по той ситуации, что эти люди приходили, что они были возмущены, что на двух других адресах работают, а на их адресах, где должны были завести опалубку, не работают? Что там? По улице Карачабану очень глубокое залегание колодцев, буквально 4 и больше метра. Больше 4, да. Там очень высокий уровень грунтовых вод. Сейчас зима и приступит к работе при более теплых погодных условиях, чтобы было легче работать, потому что очень глубоко и очень большая там грязь. Наверху, на улице Белевково, Аллы-Тарилово, переулок Сорокский, там более… А там нормально, я не знаю, вот здесь, в этой точке, где больше 4 метра. Да, здесь очень сложно, очень сложно. Там уже сделана часть работ, но это невозможно работать, очень тяжело. В одежде тяжело работать? Сейчас и в комплекс, тяжело работать дальше? Сейчас холодно и в одежде. Что будем ждать ее вместе? Подрядчик сказал, что он выполнит все работы в этом году. У него еще на следующий год есть. Ну, в этом году понятно, что он выполнит все работы. Там люди просто живут в этом дискомфорте? Нет, там все убрано, там убрано, все вывезли. Ну, я бы хотел на вас посмотреть, когда вы одеваете сапоги и идете на улицу. Ну, это был дождь тогда, сейчас уже более… Где у нас? У нас дождь может быть и завтра опять дождь? Может быть, да. Может там. Может и не в лучшем состоянии. Хорошо, по улице Московской что у нас? По улице Московской осталось восстановление и подключение частных домов. Правильно, восстановление когда будет? Ну, тоже, когда начнут асфальт уже работать, асфальт электронный, производиться асфальт электронный. Понятно, значит там есть карточку на вас выписал в понедельник. Значит, по поводу освещения. Ознакомьтесь, пожалуйста, с ней и включите в программу, если нет. Хорошо. Вы не получали ее, но сегодня получите. Хорошо, спасибо. Открою вас. Председатель работает в обычном режиме, согласно заказу услуг, на линии выше 300 лекций, 30 основных и 3 пиковых. Все работы ведутся вовремя, согласно плану. Зеленый шар. Вы планируете закупку масок? Да, конечно. Какое количество? Я хотел посоветоваться с вами. Нам надо большого количества закупать. Я об этом и говорю. Береженого Бог бережет, Сергей Евгеньевич. У вас работа серьезная, поэтому вы должны обязательно. Надорова. Да. Подключитесь, пожалуйста, туда и надо закупку сделать маску через ротари. Да, хорошо. Я помогу. Второй вопрос. Скажите, нам опять на телевидение пришло жалоба о том, что ваши водители не заезжают в карманы, останавливаются и пенсионерам, и инвалидам. Тяжело очень спускаться. Приняты меры. Я вот сегодня специально утром поехал за вашими троллейбусами. Это было ровно в 7.15. К большому удивлению, да, 10 троллейбусов, которые заходят в карманы. А который возле завода Ленина проехал, остановился ровно. Троллейбус, который идет здесь, где в центре максимум магазин, остановился так же, как и ехал, остановился по пути движения. И сантиметров в пятьдесят он взял вправо. То есть он не дошел до конца. Или они опыт не имеют вождение, или в чем проблема, я не могу понять. Но это не первый раз, жаль. Понимаете или нет? Приняты меры. Но вы мне это говорите уже второй, третий раз, приняты меры. Вы можете с ними сесть вместе? Вы, Калюжный. Постоянно. То, что вы делаете, я не знаю, но взятьте в троллейбусы, проведите мастер-класс. Ну как? Готово. Дальше. Скажите, пожалуйста, что за история с кондукторами у вас? Смотрите. Зачитаем. Кондуктора в троллейбусы выдадут пенсионерам талоны через раз. Значит, одна кондуктор хвастается другой, что на пенсионерских талончиках зарабатывает. Это как понимать? Есть адрес, есть телефон. Жительница восьмого квартала? Жительница восьмого квартала. Ну, так можно писать на это. Не, ну, вы скажите, есть такой случай или нет? Послушайте, у нас работает ревизор, постоянно проверяется. Они боятся. Комиссия работает, мы рассматриваем каждую неделю всех нарушителей. Каждый акт рассматриваем. Я не думаю, чтобы сегодня так вот в открытой форме кто-то мог бы так вот поступать и об этом тем более говорить. Хорошо, а билеты, которые люди не берут, во втором разу продают? На сегодняшний день эта ситуация не была замечена. Мы от этого отошли. Если есть, может быть, единичный какой-то случай, я говорю еще раз. Да я сам ехал в прошлый день, в троллейбусе не взял билет. Надо брать. У нас, наоборот, есть ситуация, что люди, наоборот, жалуются, что зачем вы так притесняете этих кондукторов бедных, почему вы так их душите. Нет, я не знаю. Слов не работает, я еще раз говорю, ревизоры работают очень четко. Наоборот, говорю, даже люди заступаются за кондукторов. Ну, проверьте, да. Просто если есть случаи, когда мы платят на телефон, мы могли бы пригласить человека по конкретной жалобе, знаете, присутствие. Латяна на троллейбусе ездит тоже. Ей тоже билет не дают. О чем вы говорите? Николай Николаевич, виноваты люди, которые не берут. Ну вот да, я виноват, я согласен. Я не взял билет сам. Да, вот я не взял, я осознаюсь. Тогда я прошу, обращаясь ко всем пассажирам и ко всем людям, у кого не выдают билет, пожалуйста, позвоните в троллейбусное управление, назовитесь и скажите, когда это будет. Скажите номер телефона. По какому номеру телефона должны люди позвонить? Поэтому возьмите, расклейте, Сергей Андреевич, расклейте, пожалуйста, объявление, чтобы люди могли позвонить. Совершенно верно. И тогда будет нормальная реакция. Так, получается, мы сейчас говорим, нет, наши кондуктора, естественно, вы как руководитель будете защищать всех своих подчиненных, и это правильно. Но если есть сигнал, значит, вот про заезд кармана, я вам говорю, что я сам проверил, они не заезжают. Нет, это правда, я это сам тоже вижу. Да. Или как вчера, бортовой номер 20-10 троллейбуса вашего. Во-первых, грязный. В какое время? В какое время, я вам сейчас скажу точно. Это было 18 часов 43-44 минуты. Ну, конец рабочего дня за целый день, конечно. Он не может быть чистым. Но в процессе работы их мыть не можем. С утра выезжаем в чистые. А внутри троллейбуса? А? А внутри? Так, внутри. В салоне? Я говорю, внутри. Ага. Просто вы мне докладывали, что после каждого круга там проходят ваши кондуктора, убирают, и все происходит нормально. Обратите внимание еще раз, бортовой номер 20-10. Посмотрите, пожалуйста. Спасибо. Елизавета. За неделю никаких замечаний не было. Поменялся у вас уже? Перевозчик. А, с первого числа меняем. Уже будет обратный перевозчик, которого вы уже прошли. Хорошо. Спасибо. Экология. На сегодняшний день сложилась неблагоприятная ситуация с парком, с лекцией, которое было передано введение в пользование. Эпархии. Эпархии Белцы, также там есть часть территории, которая принадлежит лекции, институту. Было обращение на имя премьер-министра от группы волонтеров, от общества волонтеров, о том, что там не производятся работы по уборке, по очистке и так далее, потому что этот парк в лучшем состоянии. Наше предложение, наша рекомендация, которым мы были даны на ответ этого обращения, это то, чтобы аннулировать и передать, аннулировать титул на пользование и передать пользование на баланс прямой. Потому что это достопримечательность города, там курсирует большое количество людей, там отдыхают в летний период времени, там фотографируется свадебный парк, а там не установлено или не сделано даже минимально, нет ни ур, ни скамеек, ни освещения. И что, есть ответ? Пока ответ мы не получили, хотели бы, чтобы этот вопрос был рассмотрен также и в ходе заседания, чтобы аннулировать его при распоряжении к осилию. Да, мы не можем аннулировать, да, Светлана Викторовна, как можем аннулировать, это было решение правительства, это только правительство может сделать, и как бы, мы, да, мы так же обращались по этому поводу, потому что мы даже убрать его не можем, это мы выходили на субботник в прошлом году своими силами, и в позапрошлом году совершенно верно, и как бы, и убирали его. Ну, кстати, вы знаете, тогда попросил, вот волонтеры обращаются, но я попросил выйти на субботник местных жителей, то есть это Зеленая улица, Колесова, Ливаневского, никто не вышел, ни один человек, ни один человек не вышел. Вот мы сами совместили, мы убрали его в прошлом году и в позапрошлом году, и никто так нам не помог. Единственное, что помог, епархия вышла, накормила людей плацидами. С епархии, то есть люди вышли и накормили. Почему такое кардинальное решение? Потому что из тех дискуссий, которые мы проводили с представителями епархии, они ссылаются на то, что у них нет средств финансовых для содержки этого парка. Но они же попросили, обратились в правительство, что мы им передали, то есть нужно было продумать себе этого парка. Да, ну, ведь тогда, значит, были возможности сегодня содержать парк, у них нет возможности, тут надо ждать. Мы, кстати, когда мы с премьер-министром встречались, там приходила группа людей, также по этому вопросу, я также поднял этот вопрос, чтобы передали его городу, чтобы мы могли запланировать туда финансы, там силами био убирать, из-за каких-то предприятий закрепить. Ну, и, конечно, надо там и лавки установить, и урна установить, там ничего нет вообще. Люди гуляют, как бы свадьбы, как вы говорите правильно, туда заезжают кортежи, там фотографируются, но элементарных там вещей, что должно быть, нет. Ну, будем ждать, если будет решение правительства. Если будет решение правительства, пожалуйста, мы только за. Полиция, есть что-то? Владимир Владимирович, действительно, уже второй день у улицы Штеханчанмай, вот улица Первомайской, два автобазана, и очень, как по всей длине улицы, нет ночного освещения, то есть не горит свет, а также и в жилых зонах. Но больше всего нас интересует... Проезжая чай, да? Да, проезжая чай. Ух, что скажете? Я звонил вам неоднократно по этому поводу, вы мне говорите, там трансформаторный что-то выбивает, вы едете вручную и включаете. Что происходит? Вчера то же самое было. У нас был сильный ветер. Хорошо, ветер был, окей, окей, ветер был поздно вчера. То же самое наблюдалось в пятницу. Также Штеханчанмай, господин Дорецкий говорит правильно, Штеханчанмай и до улицы Киевская. И Горького тоже было потушено. А на Киевское только пошло освещение. Что происходит? Все заявки передаются подрядной организации. Мы разберемся. Не, но то, что вы передаете заявки, это хорошо. Но так бывает, это один раз бывает, второй раз это уже не случайность, а третий это то, что не совпадение. Понимаете? И получается, что каждый вечер что-то у вас происходит. Обратитесь, пожалуйста, не знаю, в Редморт обратитесь тогда, если у вас специалисты, которые подрядная организация не знают, в чем проблема. Ездят вручную, включают. Надо найти, в чем проблема там, что существует, что произошло. На восьмом квартале, да, вы мне говорили, что там надо менять все электропередачи, потому что все это старое. А здесь что происходит? Хорошо, я не грусть, но у нас в основном заявки приходят по Саровске, Яблочково. Вот с этим... Правильно, я сейчас говорю центральную улицу, Штефан-Челмарий, Йорга, я вам говорю сейчас улицу Горького. Центральную часть города я называю. Я разберусь. Сегодня разберитесь, пожалуйста. Еще один момент, вае дачи. Китай, мне хотим включить в повестку дня для обсуждения проект ремонта в улице Конева. Вчера УКС предоставил рабочий проект и план организации дорожного движения при проведении работ капитального ремонта. И с учетом того, что были внесены изменения, то есть будет делаться только участок, как Александр Ильича, Бонда-Конева, возникли большие вопросы. И хочу напомнить, что мы не столкнулись, как раньше, по ПЭЧ-10, что частично будет со Штефан-Челмарий, что не могли делать изменения. Так как должны сдавать согласно проверку, мы считаем необходимым обсудить, даже если и привлечь проектанта. Хорошо, нет вопросов. Это мы сделаем. Иван, напишите себе, назначите общее совещание. Господин Дудорецкий, вас не было, и, к сожалению, это очень сильно чувствуется, когда у вас нет на совещании, когда вы ездили в командировку в Кишиневку. Значит, в понедельник люди, увидев мой эфир, что я сказал, получается, я обманул людей с подачи ваших коллег в прошлую среду. Значит, ваши коллеги заверили меня, что в центральную часть города, то есть вот здесь под знак, на нашу площадь, не заезжает ни один автомобиль. Вот под этот знак я имею в виду. Ну, ездок, причем, что здесь внизу, где зимушка у нас была, помните? Ваши коллеги мне заверили, я сегодня извиняюсь, конечно, перед бельчанами, что я ввел их в заблуждение со слов полицейских. Вот мне предоставили фотографии. Это за вчерашний день, за 15 минут, как заходят большегрузные машины на площадь. Как они двигаются по площади. И сегодня у меня в приемной в 6.15 утра, как заезжает бирмастер большой машиной под знак, идет по площади, где-то разгружается, не знаю. Ну, где-то, наверное, на площади, да? Разгружается там. Мало того, что стоит знак, мало того, что эти большегрузные машины идут по плитке и убивают эту плитку на площади. Но не реагируют они, это в 6.15 утра, на полицейских, наверное, просто полицейский экипаж там отсутствует. Они нарушают правила дорожного движения. Ну и плюс, конечно, вот это, что мне принесли сами бельчане, с номерами машин тут все. Это буквально вчера они сняли это все, и после сессии это все мне предоставили. Поэтому, когда ваши коллеги говорят, что никто не передвигается по площади, и говорят это они в присутствии своих коллег, пускай они говорят правду. Пожалуйста, передайте. И у меня в приемной есть буквально сегодня снимки в 6.15 утра. А вы, Иван, должны, наверное, контролировать это. Вы отвечаете за транспорт. Но как получается так, что мы людям говорим, что машины не двигаются у нас по площади, а у нас машины двигаются по площади. Мы кого обманываем? Но когда есть Бударецкий, нет такого бардака. Получается, Бударецкого нет в городе, становится бардак. Хорошо, спасибо. Вопросы? Все, всем спасибо.